Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Человек пытается открыть дверь, но она заперта, и его дыхание перерастает в рыдание... История о пытках и любви... А вот и название игры... Прекрасный побег... Подземщик... Интересное вступление... Смотрим, что же будет дальше... Мы наблюдаем... Весьма серую сцену... Молодой человек смотрит... Ночной город... Сбегай, девушка... И перед нами предстоит лик нашего героя... Её зовут Вёрдж... И он немножко похож на хипстера... Ну да неважно... Не поверите внимание на его внешность... Давайте просто начнем читать диалог... Ты опоздала... Извини... Попала в пробку... Насло два часа... Два часа? Серьезно? Ух ты... Время здесь незаметно... Да... Я как раз собирался уходить... Но ты остался... Многоточие... Итак... Зачем ты позвал меня? Ты хотел мне что-то сказать? Мне просто нужно было... Поговорить с тобой... Мы давно не виделись... Меня не было в городе... Я знаю... Лондон... Как прошло? Ах... Всё как всегда... Этот Сириканс Уотер... Много болтает... Но когда не делается со своими секретами... Конференция была достаточно примитивной... Как и все остальные... Обычные темы... Ты точно хочешь... Послушать об этом? Ну естественно... Ведь данном треске игры... Объясняется... Вся суть происходящего... Да... Расскажи мне об основах... Экран темнеет... Мы видим... Флэшбэк данной девушки... Мы видим сцену... На которую ходит... Старый мужчина... И начинает свою речь... Добрый вечер... Друзья мои... Мы собрались здесь сегодня... На этой же годом встрече... Чтобы обсудить важные вопросы... Касающиеся практик... Нашего общества... Я хотел бы приветствовать всех новичков... Как вы знаете... Меня зовут Сфотер... Я один из земных людей... Кто хочет остановитьесь на значение... Слово садизм... Которое было искажено... И стало чем-то средним... Между жалкими... Сексуальными фетишами... И заурядным... Психическим расстройством... Я один из тех людей... Кто получает колоссальное удовольствие... От проведения... И наблюдения... Заближалась на умедленным процессом... Разрушения физического... И психического здоровья человека... Я один из тех людей... Кто считает, что боль... Наиболее интимная форма отношений... Которую человек... Может разделить с другим... Если вы, друзья мои... Все вы находитесь здесь... Скорее всего... Во многом схожи со мной... Какой дядечка... Свотер... Свотер... Руководитель подземщиков... Неизвестно, были ли когда-нибудь выборы... Но он... Возбудительно богат... И создает исключительно... Качественный видеопыток... Так что титул выглядит... Подобавящим... Он известен тем... Что усыновляет... Много детей... Очень много... Свотер утверждает... Что ничего с ними не делает... Ему верят... А вот я ему не верю... Все это... Подозрительно... Прошу заметить... Вкус пыткам... Никакого образа не связан с способностью... Проводить их... Именно поэтому мы... Подземщики... Установим высокий стандарт качества... Для наших практик... Именно поэтому мы всегда представляем... Плоды нашей работы... На оценку другим подземщикам... Итак... Вы построили свое... Небольшое подземелье... Под своим домом... Вы купили все эти... Замысловатые устройства... Звонили какого-нибудь... Жалкого нытика домой... С помощью своего косноречия... И теперь вы хотите снять... Что-нибудь достойное просмотра... В таком случае... Слушайте меня внимательно... Может быть... Узнаете что-нибудь новое... Послушаем, царикашка... Послушаем... Во-первых... Вам нужно понимать... Что пытка... Всегда связана... С психологией... Кровь... Увечья... Боль... Все это не пытка... Суть в том... Как вы заставляете нытика почувствовать процесс... В плане исполнения это означает... Что хорошая пытка... Должна длиться... Как можно дольше... Не делайте ничего быстро... Никогда... Не торопитесь... Запомним... Запомним... Если вы... Хотите действительно достигнуть... Сокровенных уголков разума... Вашей жертвы... Вы должны сначала... Хорошенько узнать ее... Послушайте следовать... Ее пристрастие... И неприязни... И сущники ее страхов и болей... Ее фобии... И муки... Если вы поймете это... Вы сможете исполнировать пытку так... Чтоб задеть... Ее слабую струнку... Человеческие существа... Наверное... Хорошо адаптируются... Их разум... Находит способ смириться... С самыми... Экстремальными ситуациями... Даже страданиями... Именно поэтому... Хорошие спланированные подземелья... Должно быть... Непредсказуемо... Используйте разные методы... Разнообразьте процесс... Дайте мне одну нитику надежду... Чтобы потом удивить его... Самым худшим из трюков... Эван, а как? Я один... Последний момент... Который многие новички не понимают... Наша цель... Не убивать людей... Те, кто хотят убивать своих жертв... Окончательно потеряли понимание... Из исканного вкуса... Искусства пыток... Разумеется... Можем в итоге убить жертву... Потому что мы не можем должным образом... Управлять нашими устройствами... Это приемлемо... В других случаях... Можно слишком сильно... Надавить на разум нытика... И он достигнет... Полного отчаяния... Которое не дает ему разуму... Функционировать... В нечто вроде... Психологической смерти... Гибели воли... Это также приемлемо... Но мы не хотим этого... Ровно как и их побега... Из наших подземельей... Потому что это разрушает... И опасно для нашей... Социальной целостности... Ни одно из этих отчаяний... Не является идеальным... Для сеанса пыток... О нет... Есть тонкая линия... Между полным разрушением тела и разума... И способностью жить... Как физически... Так и психически... Существует... Примежуточная зона... Порог... Почти что... Существует состояние... Настолько плохое... Что любой... Хотящийся в нем... Хотел бы быть мертвым... Но мы не те... Кто даст им эту привилегию... Мы хотим... Чтобы наши жертвы... Сбегали... Но не в добром здравии... Грань между безумием и смертью... В открытом состоянии... Мы не должны покидать наше подземелье... По сути им совершить... Прекрасный побег... Вот такая вот лекция... Как обычно какие-то садисты... Оправдывают свои... Пристрастия... Какой-то любовью... К искусству... Они как и были маньяками... Так и ими... И остаются... Ну вот... Флэшбэк закончен... И мы вернулись нашим двоим... Но все равно... Было весело... Я встретила многих интересных людей... Это новое направление британских... Подземщиков... У них совершенно новый взгляд на дело... Интересные ребята... Кто-то особенно интересный... Ах... Ну ты знаешь... Все они особенно интересны для меня... Ну да... И мы снова появимся... В ночной город... На редкость упорный дождь... Ты сказал что тебе нужно было... Поговорить со мной... Кажется ты ждал целых два часа... Для того чтобы... Обсуждать дождь... Что у тебя на уме? Ты права... Я хотела сказать тебе кое-что... Я просто не верю что мне хватит храбрости... Сделать это... Ну давай же... Я верю что ты сможешь... Ты весьма храбрый... Храбрец... Ладно... Тогда вперед... Только вперед... Верч... Я люблю тебя Дейли... Какой неожиданный поворот событий... Я люблю тебя сильно... Страстно... Безумно... Неудержимо... Физически... Духовно... Я люблю тебя всеми способами... Какими человек способен любить... Я жажду тебя каждое новение... Каждого моего дня... Я так тебя люблю... Ну что ж ответить девушка... Она молчит... Как же жестоко... Ты уже говорил мне это... Много раз... Дейли... Дейли автор пальцев свеч... Моего самого любимого видео... Дейли также мой самый любимый человек в мире... Она забежала из дома в 13... Изъездила полмира в 20... И сегодня в своем 27... В 28... И является самым популярным подземщиком... Потому что делать великолепные видео... И приятное общение... Дейли может казаться... Нередно страстной... И совершенно безопутной одновременно... И поэтому... Я не навижу тот факт... Что я очень люблю Дейли... Эх, бедняжка наш парниша... Я знаю... Но мой нужно повторять это... Не исчезнет... Пока я не получу... Реакцию... Ха-ха... Ты такой очаровательный Вёрдж... Вёрдж... И специалист по мультимедиа... Который в свободное время пытается быть... Подземщиком... Он считает себя невероятно умным... И умелым... В создании интересных и эмоциональных видео... Никто с ним похоже не согласен... Он меняет свою депрессию в том... Что за последние 3 года... Не смог сделать... Ни одного приличного видео... Или хоть чего-нибудь... Стоящее в своей жизни... Он меняет Дейли в том... Что она вызвала... Эту депрессию... Как у одного библиотекарь... Ночью днём с детишками занимается... А ночью... Людишек пытает... Интересная личность... Иногда мне хочется... Затащить тебя в подземелье... Могли бы прекрасно провести время... Хоу... Но это против правил... Правила... Да и твои мелкие правила... Вот поэтому у тебя... Все никак не наладится... Кто это сказал? Я сказала... Не прозрачаться... Я ещё даже... Не распаковалась... Ладно... Тогда до свидания... До свидания? Иди себе... Какой-нибудь ныти-ка... И расслабься... И вот девчулька свалила... Оставь нас... Гордом одиночестве... Да... Пожалуй так и сделаю... Ну что ж... Он наконец-то даёт управление... И мы смело шагаем... В этот безумный мир... Отправляемся... На карту города... Для начала мне стоит... Зайти домой... Надо не забыть зайти к Лори... За припасами... Причем нести кого-нибудь себе... Итак... Для начала управляемся... Именно к Лори... Это человек... По которому мы будем... Закупаться... Собственно здесь... И находится в магазин... Заходим... И начинаем беседу... С этим мужчиной... Добрый вечер Лори... Я пришёл за припасами... Для моей следующей записи... Здорово Вёрдж... Я тоже рад тебя видеть... Ты знаешь правила... Ты получаешь припасы... Только тогда... Когда приносишь... Что-нибудь полезное... Для подземщиков... А ты в последнее время... Ничего не делал... Совсем ничего... Лори... Официальный поставщик инструментов... Для подземщиков... Рождённый Рэндек... По образованию инженер... Четыре раза был женат... Раньше Лори был наёмным громилой... Который ломал людям кости... В чужих подземельях... Пока он сам не решил стать подземщиком... Её видео довольно популярны... Потому что он сам популярен... Но они... Полное говно... Он не берёт денег за свои сувениры... Но не даёт их бесплатно... За них нужно... Платить увлечение моего эго... Ну понятно... Будем подхалимничать... Вообще не с ним... Боюсь, у меня было мало времени... Работа, поручения... Столько дел... Ну да, ну да... Ничем не могу помочь... А если мы хорошо попросим... Я знаю, что можешь... Это же ты... Ха... Да, я могу... Ладно, говорил... Бери раздевалку... И пару бритв... Что мне ты затеял? Так-так-так... Для первой жертвы нам нужно... Нечто медленное... И безумное... Мне нравится твоя терпеливость... Бери верёвку... И водяную камеру... Повеселись с ними... Ещё говорим, что у нас сегодня... День варенья... Сегодня... Ну конечно же... Тогда возьмём сверло... Это всё... Надеюсь... Ты скоро закроешь своё видео... И сделай его... Как можно лучше... Обязательно... Ну... Вот и всё... Покидаем это... Роскошное место... С таким прекрасным ковриком... И направляемся к себе... Домой... В свою обитель... Вот и наш домишко... Скромный... И весьма неуютный... Это мой дом... Моя единственная спокойная гавань... В этом мире... И место, которое я ненавижу больше всего на свете... Наверное, из-за того, что он постоянно напоминает мне о том... Насколько я одинок... Что у нас тут есть такое? Кроватка, мишка... Фотографии... Различных трубаков... И фотографии девушки... Как и кейсер фотографии... А с сих пор, когда Дейли... Работала моделью... Оооо... Какие фоточки... Интересная женщина... Пожалуй, мне стоит их выбросить... Да ладно, девчок... Нормальные же фотографии... Так, а вот наше... Есть любимое место... Наш компьютер... Ну что ж... Залазим... В тёмном наук Ютуба... Сайт подземщиков... Это... Сайт подземщиков... Это... Сайт подземщиков... Не догадывается... Добро пожаловать... На домашний сайт подземщиков... Мы... Ваш главный случай пыток... Жёстких... И унизительных материалов... Здесь вы найдете лучшие гура... Крики и боль... По всей сети... Прямо из самых ужасающих... Подземелья мира... Если вы присоединились с подземщиком... То отправьте письмо... По этому адресу... Просьбы рассматриваются... В индивидуальном порядке... Ну ясненько... Посмотрим обзор... Последнего видоса... Последнее видео Делли... Именно то что я называю... Произведением искусства... Приведя знаменитого члена общества... Своего клика в обставленном подземелье... Делли вновь делала нас... Инновационными методами пыток... С помощью эффективного применения иглы... На горло жертвы... Она заставила бедного ныти как кричать... Испытывая... Неслыханную раннюю боль... После решения жертвов всей надежды... И большей части конечностей... Восхитительная серия пыток... Как и ожидалось... Завершилась... Прекрасной побегом... Мидели получила... Четыре с половиной звезды... Из пяти... Это очень хороший результат... Который мы вряд ли достигнем... Так... Почта наша пуста... Прискорбна... Никто нам не пишет... Никому нафиг не нужны... Эх... Покидаем почту... Идем искать себе жертву... Идем развлекаться... Покидаем домишко... И идем... На улочку... Графтон Стрит... Графтон Стрит... Ах... Играет прекрасная музыка... И мы видим толпу народа... Это Графтон Стрит... Мои любимые... Ах, очень и угоди в этом городе... Мне всегда нравится видеть такое... Разнообразие людей... Столько лиц... У каждого своя история... Не все из них привлекают меня... Здесь есть... Несколько человек... Которым я уже давно приглядываюсь... Люди, которым не поезло... Прилечимое внимание... Люди, которых... Я хочу отвезти домой... Таких человечков всего... Пять штук... И нам как-то придется их... Соблазнить... Ну что ж... Первый наш человек... Это этот парень... С черными волосами... Поговорим с ним... Добрый вечер... Не могли бы вы мне, пожалуйста, сказать... Где я могу найти прокат фильмов? Конечно... Тут есть один... Как раз за углом... Хороший выбор... О, спасибо... Поражаю ночью-жиночку... Хочу шлачу фильмов... Чтобы не было скучно... Меня зовут Джон... Джон Вильямс... Ха... Какая прекрасная ложь... Томас... Томас Дженкинс... Рад познакомиться с тобой... Томас Дженкинс... Иззависим фотограф... Он прежде всего работает... Для элитных... Монных журналов... Чтобы хорошо выглядеть... Особенно в глазах девушек... Томас Постоянных лет... В местной аптеке... Он один из тех людей... Который руководит... Со своей... Коллекцией... Минцинских проблем... Классический случай... Ипохондрии... Как вы можете заметить... У нас появилась... Шкала... И как только... Эта шкала полностью заполнится... Томас Дженкинс... Пойдет с нами... Домой... Итак... Для начала спросим... Что он нам посоветует из фильмов? Зависит от того... Какой жанр ты хочешь? Ну конечно же мы хотим... Порно! Что же еще? Ха-ха! Грязный ты парень! Будешь как паять... Собственно руки, верно? Хм! Тебе тоже стоит взять? Безумно-клатинамериканок! Они лучше всего! Да я гляжу, ты эксперт в порнушке! Напомни... Чем ты занимаешься, Джон? Да у меня бизнес есть свой! Это прекрасно! Должно быть круто быть своим собственным боссом! А какой бизнес? Киноиндустрия! Серьезно? Ух ты! У нас довольно схожие работы! Ммм... Чувачок, какие уже у тебя... Хобби! У меня их не так много! Раньше мне нравилось плавнее! Но однажды... Я чуть не утонул! Теперь я близко хоть и не покажу! А-ха! Вот мы и заметили первую фобию! Человек боится... Водички! Мы это используем в своих грязных целях! Итак, как же у тебя работа? Бывало и лучше! Мне надо купить новую цифровую камеру! Но они жутко дорогие! С ней ты будешь круто выглядеть! Конечно буду! Верно? Это все равно нужно сходить с тремя штуками баксов на шее! Девчонкам такое нравится! Знаешь... Спасибо, что позволил меня! Я сегодня был в дурном настроении! Пойдем ко мне домой! Ну вот! Первая жертва! И клюнула в наш крючок! Ну а что мы будем делать жертвы дальше? Мы узнаем в следующей серии! А пока что... Всем... Спасибо за просмотр! Ставьте лайки! Подписывайтесь на мой канал! Не разговаривайте со знакомцами на улицах! Всем счастья и добра! До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok